Здравствуйте! В эфире новости Красноармейска. С вами Владимир Комаров. Деньги выделят из трех бюджетов. Реконструкцию плотины на реке Воря планируют начать в следующем году. Снова пожар. На улице Чкалова сгорели два автомобиля. Красноармейск гордится своими спортсменами. Ученики школы бадминтона принесли городу новые победы. Дольщики ЖК «Новая жизнь» продолжают бороться за свои права. Механизмы действий обсудили на недавней встрече в администрации Красноармейска. Несколько десятков писем потенциальным инвесторам было отправлено администрации города. Но пока никто из них серьезно не заинтересовался достроем двух домов ЖК «Новая жизнь». Об этом дольщикам сообщил глава города Кирилл Тимошков на очередной встрече с дольщиками. Некоторые участники встречи высказали мнение, что лучше через суд признать застройщика банкротом и ждать завершения строительства на федеральные средства. Но поскольку мнения дольщиков разделились, то было решено пообщаться с компетентным в этой области юристом и выяснить, по какому пути лучше идти. Встреча с юристом вскоре прошла в Минстрое Московской области. Юрист дал рекомендации, и теперь только от дольщиков зависит, какой путь для них более оптимальный. В России стартовал осенний призыв. Из Красноармейска на службу уходит 15 человек. В эту кампанию правила призыва изменились. Подробнее об этом расскажет Валентина Андреева. По сравнению с предыдущими кампаниями, этой осенью в армию уйдет меньше молодых мужчин и обусловлено это увеличением количества служащих по контракту. С 1 октября в стране, соответственно, и в городском Красноармейске, начался осенний призыв граждан на военную службу. Всего, соответственно, военным комиссариатам будет призвано порядка 190 человек. 15 из них будут призваны и отправлены на службу из Красноармейска. В соответствии с СССР и указом президента Российской Федерации. Главным этапом подготовки и отбора будущих бойцов является медосмотр, после чего каждый юноша встречается с призывной комиссией, которая и принимает решение о службе. Во внимание принимаются спортивные навыки новобранца, его образование и даже личные пожелания относительно выбора рода войск. С этого года вступили в силу изменения, касающиеся права на отсрочку и досрочное увольнение из армии. В этом призыве есть две небольшие особенности. Законодательно закреплено право граждан, которые обучаются по очной форме обучения в учебных заведениях, право отказа от отсрочки. То есть они пишут заявление, соответственно, берут академический отпуск и идут служить. А после окончания службы продолжают обучение. И второе, это уже для тех, кто проходит службу, ребят, у кого рождается второй ребенок, они имеют право на досрочное увольнение. О роли службы в армии в жизни каждого мужчины рассказал глава Красноармейска Кирилл Тимошков. Мы с военным комиссаром поднимались по лестнице. Сегодня у нас первый день призывной комиссии, объявлен призыв осенний. Мы с ним обсуждали такой вопрос, потому что иногда для некоторых мальчиков еще необходимо стать мужчиной. И вот когда они приходят с армии или уходят в армию, они уже начинают к родителям обращаться не мама и папа, а мамочка и папочка. И вот, наверное, вот это воспитание, вот этот отрыв от семейного очага, возможность начать самостоятельную жизнь, мне кажется, армия этому способствует. И на вопрос, отправил бы я своих детей, я однозначно считаю, что если не поступят в учебные заведения, то пойдут служить в армию. Призыв вооруженной силы проходит два раза в год. Весенний с 1 апреля до 15 июля и осенний с 1 октября до 31 декабря. Состояние плотины на реке Воре критично. И в следующем году начнется ее реконструкция за счет федеральных, областных и муниципальных средств. На минувшей неделе представители администрации Красноармейска провели осмотр плотины. О необходимости ремонта городской плотины речь идет уже несколько лет. И, наконец, дело сдвинулось с мертвой точки. Плотину на Воре начнут ремонтировать в следующем году. На прошлой неделе глава Красноармейска Кирилл Тимошков вышел на объект и рассказал нам о предстоящем ремонте более подробно. Сегодня мы пришли посмотреть плотину. Состояние ее мы оценивали в том году как достаточно, скажем так, тяжелое. У нас получилось подготовить документы и войти в госпрограмму софинансирования. Подтвержденное финансирование на 2020-2021 год на капремонт-реконструкцию плотины – это 36 миллионов рублей. Большая часть – это бюджеты Федерации и Московской области. И наше софинансирование – 6 миллионов рублей. А какие работы будут проводиться? Полноценный капитальный ремонт плотины с заменой всех узлов. Мы сейчас можем посмотреть с вами пропускная способность. Плотину подмывает и сверху, и снизу, и над шлюзами, и под шлюзами. Поэтому будет меняться все. Лишь после проведения ремонта плотины наш город сможет войти в еще одну очень важную программу – реабилитации малых рек Подмосковья. В рамках которой можно провести полноценный комплекс реабилитации водного объекта, который включает в себя удаление мусора, поваленных деревьев, донных отложений, укрепление берегов и биологическую реабилитацию. Ночью 30 сентября на улице Чкалова произошел пожар. Горели два автомобиля. На место происшествия прибыли сотрудники пожарной части Царева и специальной пожарной части Красноармейска. Подробности далее. Легковой автомобиль и микроавтобус полностью выгорели. Еще два автомобиля пострадали от огня. Пожар произошел у дома номер 9 по улице Чкалова. По информации очевидцев, первый загорелся микроавтобус, после пламя перекинулось на легковой автомобиль. Через 7 минут после вызова на место происшествия прибыли пожарные. Мы прибыли в 3 часа 10 минут были на месте. По прибытию было видно уже, что горит. Ну, нам сбоку было видно, что горит один автомобиль пока. Не было второго видно. Вот. На месте уже работала 328-я часть. Это село Царева. Они уже в этот момент подали стволы на тушение. Пламя было сбито очень быстро, но микроавтобус и легковой автомобиль марки Volkswagen Golf полностью сгорели. Причину пожара установит следствие. Есть вероятность поджога. Одна из камер видеонаблюдения зафиксировала вспышку в момент возгорания. И в отражении на одном из автомобилей во дворах отчетливо видно фигуру убегающего человека. Ведется расследование. На полигоне ТБО Царева прошла встреча с представителями администрации и инициативными жителями Пушкина и Красноармейска. Какие вопросы были подняты на встрече и какие поручения были выполнены, расскажем далее. Раз в две недели будут проходить встречи инициативной группы, а также представители администрации городских округов Красноармейской Пушкина на Царевском полигоне. Процесс рекультивации начался, и следить за ним будут тщательно. Сначала собравшиеся осмотрели само тело полигона, которое в ближайшее время планируется переносить, увидели, какие работы сейчас проходят. Идет подготовка так называемой чаши для переноса мусора и засыпки его грунтом. Картина практически на всех полигонах по суммарному составу газа примерно одна и та же, ну плюс-минус. То есть присутствует все, там фураны, меркоптаны, углеводороды, я не знаю, ну все. Вот это вся таблица метилена, но в мизерном количестве, не более 5%. То есть плюс-минус, там 4,5 и там до 6. Остальное, значит, большая часть, это сероводород, чуть меньше, это метан, правильно вы говорите. Все. Метан, он, как бы сказать, не опасен вообще, сероводород, при его предельно допустимой концентрации 0,8 тысячных, значит, на метр кубических сантиметров, значит, он, это, опять же говорю, в промышленных зонах допускается превышение. Но, например, санитарно-защитная зона мы возьмем условно вот для действующего полигона, для рекультивируемого нет, как бы, зон, значит, санитарно-защитных. За забором окончается. А вот для действующего полигона 500 метров вообще-то санитарно-защитная зона. Вопросы и требования инициативной группы, выдвинутые на прошлой встрече, и их выполнение сверили с протоколом. Выяснилось, что вопрос с установкой камер видеонаблюдения для работы в режиме реального времени по-прежнему остается открытым. Подрядная организация обещала, что все появится уже ко следующей встрече. Также были сформированы новые предложения. Например, размещение в открытом доступе информации о замерах воздуха из разных точек вокруг полигона. И опубликование точной химической формулы – свалочных газов. А также вещества, которые, по словам подрядчика, будут действовать как своеобразный дезодорант, устраняя неприятный запах. Во встрече принял участие глава Красноармейска Кирилл Димашков. Есть инициативная группа от городского округа Пушкина, есть инициативная группа от Красноармейска. Задается вопрос, составляется протокол. По итогам идет отчет о выполнении предыдущих поручений и постановка задачи или вопросов на текущие две недели. А информация планируется какая-то именно на сайтах администрации Красноармейска? Да, создается информационный портал на сайте администрации городского округа Пушкина. Мы с инициативной группой обсудим в ближайшее время, как они хотят получать информацию, потому что источник все равно должен быть один, кто представляет информацию. Скорее всего, у нас будет активная ссылка, где каждый житель может прийти, нажать и посмотреть, что сейчас происходит. Там же будут исследования, выбрасываемые газа, там будет протокольная работа, что какие задачи ставились на следующей встрече, планируют установить камеры, в том числе и подключение к интернет-связи, чтобы можно было смотреть за производственную работу движения техники. Открыть, пожалуйста, о личных впечатлениях от посещения полигона. Ну, на самом деле, работы ведутся. Мы прошли с инициативной группой по всему телу полигона. Общественники показывали места, куда бы они хотели подойти. Подрядчики ничего не скрывают, принципиально показывают все виды работы, рассказывают технологию. Поэтому я считаю, что работа достаточно эффективная, открытая. И мы уже обсуждали, что публичность и открытость – это важный элемент проведения этих работ. Мы будем следить за развитием событий и рассказывать в эфире нашего телеканала. Глава Красноармейска Кирилл Тимошков и депутат Московской областной думы Александр Легков обсудили концепцию благоустройства бывшего стадиона «Зенит». Также были подняты и другие важные вопросы. Подробности далее. Реализацию крупных проектов, намеченных на будущий год, обсудили глава Красноармейска Кирилл Тимошков, депутат Московской областной думы Александр Легков и депутата городского совета. На ключевые направления областное софинансирование уже подтверждено. У нас следующий год достаточно такой амбициозный, серьезный. Сегодня я подписал договор аренды земельного участка на Красноармейска 1 гектар по строительству дома под переселение. Это подтвержденное софинансирование 650 миллионов. При наших 109. Вторая история, опять же подтвержденная, если я не путаю, «Зенит-74». Два года переходящие деньги, значит, сколько у нас там наших денег? Наших, нет, наших уже там получается в этом году 676, на следующий 7 миллионов 673. Подобные встречи необходимы для того, чтобы наладить конструктивный диалог между законодательной и исполнительной властью города в решении важнейших для красноармейска вопросов. Далее выпуск продолжит новости культуры и спорта. А я с вами прощаюсь. До встречи. Право на благоприятную окружающую среду, достоверное информирование о ее состоянии, право на качественное жилище и благоустроенную территорию, пересмотр тарифов на вывоз мусора, право на здоровье и бесплатную медицинскую помощь, право на здоровую конкуренцию в ведении малого и среднего бизнеса. Это лишь часть вопросов, которые были подняты организаторами митинга, который прошел в Красноармейске 5 октября. Мы обсудим тему, складываясь в благоустройство наших территорий. Приходите на митинг. Он начнется через 2 минуты. Главной темой обсуждения стала предстоящая рекультивация полигона ТБО Царева. Мы боремся, ездим. Мы были вот тут недавно в Госдуме. Миронову тоже подали письма о безобразии, что творится. Не соблюдается проект, нет элементарных вещей, нет видео, чтобы мы смотрели, нет пожарной безопасности, ничего нет. Люди просто там, как говорится, работают, зарабатывают деньги, отходят от проекта, наказаний никаких. Писем пишем тысячами. Но в основном пишут инициативные группы. Пишут многодетные. Есть группа красноармейских многодетных детей в Кушкино. Вот они помогают. Инициативная группа, членом которой я являюсь, она достаточно активно сейчас занимается. И, наконец, нас услышали на многих аспектах. Наша администрация все-таки начала поворачиваться к этой проблеме. Это проблема рекультивации полигона ТБО Царева. Митинг прошел при участии активных жителей Красноармейска, Царева, Пушкина, представителей депутатского корпуса и администрации нашего городского округа. Выступающие, выдвигая свои аргументы по проблемным темам, обращали внимание на недостаточную активность местных жителей. Правильно Ольга Анатольевна сказала, маловато нас. Вот здесь на митинге, с одной стороны, с другой стороны, мало золотих до дорог. Вот нужно иметь центры кристаллизации, каковым мы являемся. Вот люди разных специальностей, разных подходов. Но, тем не менее, организовались вот такую активную сплоченную группу. Что касается коллективных общественных митинговых действий, мы проводили митинги и в Царево, и в Пушкино. Мы присутствовали на слушаниях в администрации Пушкино. Мы изучали, нам вынуждены были в управлении капитального строительства Пушкино показать проект полигона рекультивации. Решать проблемы можно не только выступая на митинге. Благодаря настойчивости инициативной группы удалось добиться пересмотра проекта по созданию парка на территории Банного леса. Активист инициативной группы Наталья Монахова рассказала, как это удалось сделать. После обращения к представителям Общероссийского национального фронта, возглавляемым президентом Российской Федерации, наконец что-то сдвинулось с места. Нас услышали в Министерстве благоустройства Московской области. Мы дважды побывали на приеме у министра благоустройства. И нас заверили, что такой проект ни в коем случае не будет профинансирован и не будет принят к реализации в ближайшее время. Также внимание было уделено вопросам медицинского обслуживания. На сегодняшний день медпомощь в Красноармейске оказывает федеральное предприятие «Медсанчасть номер 154». И жители недовольны нехваткой специалистов. Когда мы идем в Министерстве, извините, талонов специалистов нету. Врачей нет специалистов элементарно. Ни детских, ни взрослых. А те, которые есть, к ним просто не попасть. Потому что, извините, 20-й год, вот уже буквально через несколько месяцев начнется. Весь мир уже, да? Вся Московская область может записаться по интернету, по телефону к врачу. А мы до сих пор должны вынуждены отстоять невероятную какую-то очередь за какой-то бумажечкой, за каким-то клочком, чтобы прийти к врачу, который по большому счету даже назначить ничего не может. Потому что вот мы сталкиваемся с той ситуацией, нам назначают анализы, мы сдаем, мы точно так же тратим свое время, да, и мы пытаемся получить какое-то лечение, а нам в ответ нет реагентов. Эта ситуация не решается. Эта ситуация уже не первый год происходит. Митинг продолжался около двух часов, и надо сказать, что прошел достаточно мирно. В заключении митингующие заслушали резолюцию, в которой был перечислен ряд требований, в том числе проводить пассивную рекультивацию полигона, отменить действующие тарифы на вывоз мусора, сохранить банный лес как природный комплекс, создать необходимую инфраструктуру на участках многодетных, активно решать проблемы расселения аварийного и бедхого фонда и другие. По словам управляющего делами администрации Красноармейска Михаила Киселева, подобный формат общения дает возможность властям лучше понять настроение жителей и учитывать это в своей работе. Затронуты вопросы рекультивации полигона, царева, банного леса, здравоохранения, в ЖКХ сфере вопросов. Много высказано различных мнений. Митинг прошел организованно. Это позволяет нам слышать мнение, скажем так, прямо в народе. Да, власть не закрывается в кабинетах. Мы также здесь. И внутренне даже есть благодарность за то, что есть такой формат общения. Здравствуйте, с вами Юлия Репина. И теперь о новостях культуры и спорта. В городской системе образования работает более 300 педагогов. Накануне Дня Учителя с профессиональным праздником их поздравляли на сцене городского дворца культуры. День Учителя – это профессиональный праздник не только для учителей школ, но и для педагогов детских садов и учреждений дополнительного образования. В Красноармейске есть 17 учебных учреждений, и в них работают более 300 педагогов. 2 октября каждого из них пригласили в городской дворец культуры, чтобы поздравить и наградить за добросовестный труд. Среди награжденных были педагоги с большим стажем и молодые учителя, преподаватели творческих коллективов и спортивных секций. Также в городском дворце культуры прошел концерт для учителей с участием артистов Красноармейска и приглашенной певицы. Финалистки шоу «Голос» Марии Корне. Веселое застолье, любимые песни и, конечно же, поздравления. Ветераны городских советов отметили День пожилого человека. Подробности далее. Отмечать День пожилого человека, собравшись с большим коллективом городских советов, это уже давняя традиция. В этот день поздравить ветеранов пришли многие. Слова поздравлений звучали постоянно. Были и подарки. Депутат Московской областной думы Александр Лехов подарил чайные наборы всем городским советам. Сейчас в Подмосковье по инициативе губернатора запущена программа «Активное долголетие». В рамках нее для пенсионеров и граждан предпенсионного возраста проходят различные спортивные состязания, курсы компьютерной грамотности, экскурсии и многое другое. На прошлой неделе ветераны городских советов посетили Центральный музей военно-воздушных сил Министерства обороны Российской Федерации. Там для них была организована увлекательная экскурсия. Бессмертная классика. В детской музыкальной школе прошел концерт, посвященный Международному Дню Музыки. Подробности расскажет Валентина Андреева. Гостями праздника в музыкальной школе стали старшие воспитанники детских садов. В этом году традиционный концерт, посвященный Дню Музыки, прошел в необычном формате. Перед каждым выступлением зрители узнали историю создания и принцип работы каждого музыкального инструмента. «Корпус, да? Вот это ручка. Рука. Это что? Гриф. Струны. Вот, правильно, рубится. А это колки, полышки». Для того, чтобы детишки немножко окунулись, вот приоткрыть перед ними дверь в мир музыки, рассказать о том, из чего делаются инструменты, кто их делает, что их выдумывают люди, что можно на них играть. И самое главное, что я хочу, чтобы этот концерт донес нашим детишкам информацию о том, что они могут точно так же играть, если захотят. Коллектив учеников и преподавателей школы будет и дальше вдохновлять детей на занятия музыкой, ведь это, несомненно, несет пользу для общего развития каждого. Вскоре планируется проведение выездных концертов в образовательные учреждения города. Музыка, она активизирует определенные части мозга человека, и человек становится более всесторонне развитым. Может быть, человек не станет музыкантом. Мы не ставим перед собой цель, чтобы каждый стал музыкантом профессиональным. Этого и не будет. Но человек, который постиг основу музыки, который научился слушать музыку, научился понимать ее, пропускать через себя, я думаю, что этот человек находится на более высоком уровне развития, чем любой другой человек. Воспитанники городской секции по бадминтону продолжают завоевывать высокие награды. О новых спортивных успехах у них узнал Владимир Комаров. Новый учебный год в школе бадминтона Красноармейска начался успешно. Несколько учеников принесли городу и региону победы на юношеских соревнованиях. Артур Манукян стал победителем двух престижных всероссийских турниров. На турнире Кубок Валеева в Казани он занял первое место. На соревновании «Мастер плюс» в Москве он также стал чемпионом. Серия побед для тебя обычное дело или что-то новое? Ну, это для меня не новость, это обычное дело для меня. А какие у тебя дальнейшие планы ближайшие? Готовишься к каким-то соревнованиям? Да, я готовлюсь к соревнованиям в Нижнем Новгороде, которые пройдут 31 октября. И буду стараться тоже там первое место занять и в паре, и в мигсте, и в одиночке. Большими победами отличились и ребята помладше. Кузин Иван и Владислав Ней стали победителями первенства в Московской области. Оба по итогам соревнования вошли в состав сборной команды Московской области и поедут на первенство России в город Омск. Ребята, расскажите, как вы стали чемпионами области? Не без помощи тренера, конечно. Перед соревнованиями были усиленные тренировки. Без помощи тренера мы бы точно такого не добились. Еще один спортсмен, Егор Вельб, в данный момент находится в Казани и участвует в первенстве мира в составе сборной России. Для Егора это первый вызов в национальную сборную. А прямо сейчас школа бадминтона Красноармейска ведет набор детей. Хочу пригласить детей, родителей в школу бадминтона, в детскую спортивную школу бадминтона. У нас еще есть несколько бюджетных мест. Сейчас у нас есть очень хорошие возможности для развития ребенка и выхода его в дальнейшие перспективы и в школу олимпийского резерва, областные и училища олимпийского резерва. Я очень жду, потому что я надеюсь, что бадминтон в городе знают и все-таки люди откликнутся и не придут. Запись в школу бадминтона ведется в гимназии номер 6 по субботам, начиная с 11 утра. Родителям, желающим записать своего ребенка в спортивную секцию, следует поторопиться, пока есть бюджетные места. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. И напоминаю, что официальные группы телеканала есть во всех популярных социальных сетях. Подписывайтесь на нас, смотрите в эфире, и вы всегда будете в курсе городской жизни. Редактор субтитров А.Семкин